для меня это действительно был первый опыт на таких лодках очень прикольно очень классно рулится и очень легкая в управлении это не тяжелая лодка это не тяжелый круизер я бы не сказал что эта лодка именно для только для обучения если бы я жил в киеве все такую лодку однозначно купил потому что на ней можно нормально выйти на выходных пожечь классно для меня это было несложно потому что я уже ходил на румпельных лодках и раньше здесь на киевском море и у меня у друзей с которыми мы встречаемся по миру у них тоже были румпеля и для меня это не проблема потому что выйти погонять и единственное что на румпеле ну просто он идет в другую сторону нужно понимать буквально 10-15 минут и даже если ты никогда не управлял лодкой то все знания и навыки придут они очень эргономичные и вообще управление румпелем она более натуральная потому что у тебя прямое действие то есть ты тянешь и лодка сразу уйдет а на рулях все-таки есть задержка потому что есть дополнительные механизмы барабаны и нету такой обратной связи то есть тут прямое управление потянул лодка идет чувствуешь усилия на рулях все-таки немножечко не так однозначно советовал потому что эти лодки даже для людей которые уже имеют опыт и которые много ходят они дают просто фан фан яхтинга ощущение легкости ощущение полета вот мы сегодня разогнали лодку до 6,8 узлов при этом ветра было практически близко к нулю то есть когда лодка большая и тяжелая нету такого когда слабый ветер что ты можешь идти ты начинаешь изобретать там чуть-чуть угол туда чуть угол туда она может вообще не двигаться а на этой лодке ветра нету она все равно идет развернул большой парус она все равно идет и ветра вообще не ощущаю она идет там четыре пять узлов однозначно имеет смысл на таких лодках выходить просто для фана это даже не для получения знания просто вот выйти и получить удовольствие от яхтинга в его чистом виде любой командный вид спорта требует определенной синхронизации команды и определенной организации и капитан он как директор компании как управленец он собирает команду и дает четкие указания в на первом этапе и люди начинают выполнять то что он требует потом когда люди уже растут становится команда растет каждый понимает четко свою задачу уже капитану ничего не нужно говорить он говорит делаем там не знаю оверштак вся команда готова вся команда уже каждый держит свою веревку там тот тянет то тянет капитану нужно просто повернуть и вот этот эта организация она дает очень клевые ощущения того что ну каждый понимает свою роль каждый понимает зачем он на лодке и управленца директора лодки капитана задача просто понимать иногда корректировать иногда синхронизировать работу это как дирижер то есть и когда в начале это немножко сложная интересно строить команду а потом ты просто получаешь удовольствие от того как эта команда работает как все работает все узлы и каждый человек в команде получает удовольствие от того что он делает правильно другой рядом делает правильно все делают правильно и лодка побеждает лодка выигрывает быстрее или просто быстрее идет это неважно отчасти на мой взгляд можно сказать что спина кир немножко устарел потому что генакеры асимметричные они дают простоту управления лодки ну не нужно так много так сложно делать много действий то есть при генакере действий меньше это проще но если мы говорим о допустим том же в спортивном виде это интересно то есть да немножко больше действий но если все работает правильно и все синхронизировано это просто задача которая выполняется чуть-чуть с большим количеством усилий и все если ограниченное количество как на экипажа как на часто на круизных я конечно использовал бы только генакер потому что это проще но для спортивной команды когда есть большая команда и каждый человек отвечает за свой вид деятельности это не проблема ставим спина кир поехали там спина кирпу поставили там натянули веревки все стало если ты идешь один ну там или несколько человек ставим генакер подняли развернули все стало то есть просто чуть другой подход однозначно при если нужно создать команду на яхте это наверное самый простой способ потому что здесь видно как команда работает и для чего команда нужна и это хороший пример того как компания которая делает там определенный вид деятельности идет в одном направлении как она должна работать с командой то есть эта команда видит это все непосредственно как участие каждого человека влияет на конечный результат я считаю что это самый лучший тимбилдинг касательно семейных пар я думаю что на лодках часто бывает такое что там люди ругаются и это все достаточно жестко но лучше выдать этот всплеск энергии всплеск эмоций тогда когда есть для этого окружения а когда люди выходят с лодки они уже все у них стресс уже ушел и они опять друг друга воспринимают не с точки зрения там порычать с точки зрения мы сделали это класс то есть конечно же это укрепляет это укрепляет в любом случае и семейные отношения и естественно строит команду для бизнеса если не парусные яхты то что что угодно дельта планы сноуборд лыжи дайвинг любой активный вид спорта он дает ощущение жизни он дает ощущение того что ты живешь полноценно это неважно собираешь ты марки ныряешь летаешь это не имеет значения важно чтобы была какая-то занятость которая приносит удовольствие яхтинга с моей точки зрения это классно но это не единственное что в мире находится то есть можно выбирать можно летать можно ходить на яхтах и это можно совмещать ним это не значит что яхтинг исключает все остальное нет это наоборот может дать толчок чтобы получать от жизни еще больше уплотнять свой график получать еще больше энергии от всего что в мире происходит и яхтинг может дать просто первый толчок приходите в яхтинг это классно это очень очень классно когда люди одного увлечения встречают друг друга случайно в море в средиземке в океане люди встречаются и они даже могут молчать но они молчат об одном и чем больше людей будет в яхтинге тем интереснее тем более полная комьюнити яхтсменов и тем интереснее будет жизнь у всех поэтому добро пожаловать и мы готовы к встрече мы будем рады видеть всех где угодно в любой точке мира где мы находимся с радостью добро пожаловать на наш борт